Внимание! Говорит Тюмень! Работают все радиостанции Советского Союза! Сегодня, 14 августа, вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР об утверждении представления Президиума Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, об образовании Тюменской области с центром в городе Тюмень. Согласно указу, подписанному председателем Президиума Верховного Совета товарищем Михаилом Ивановичем Калининым, в состав Тюменской области включены города Тюмень, Ишим, Тобольск, национальные округа Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий и районы, выделенные из состава Омской и Курганской областей. Первым секретарем Тюменского областного комитета ВКПБ стал советский хозяйственный и государственный деятель товарищ Чубаров Федор Михайлович. Сообщение о рождении Тюменской области было встречено нашими земляками с радостью и воодушевлением. С царских времен Тобольский и Лутровский Тюмень считались местом ссылки. Но это пережитки прошлого. Советское правительство дало каждому землю и волю. Колосятся колхозные поля. В полную мощь работают рыбозаводы. Свободно дышится сибирякам. А будет наш край еще лучше и краше. Всеобщее ликование вызвало новость о создании Тюменской области. Только положительные настроения высказывают тюменцы и одобряют решения правительства. Теперь областные организации наведут полный порядок на местах. Промышленность будет расти. Улучшатся дороги. Заработают культурные учреждения. Цирк и театр. Не беда, что молодая Тюменская область сравнительно бедна полезными ископаемыми. Дадим стране пьезо-кварц наш стратегический запад. Верим, настанет светлое будущее. И вместо единственного регулярного рейса самолета «Тюмень-Целихард» появятся сотни. Первый, об этом расскажет, передовица новой областной газеты «Тюменская правда». Подвиги наших героических земляков запечатлеют на холстах мастера-кисти в духе социалистического реализма. Только лучшей из них удостоится чести стать членами новой идеологической ячейки общества – Тюменского регионального отделения художников СССР. Выполним и перевыполним планы пятилетки и впишем имена наших комсомольцев в Книгу почета Тюменской области. Продолжение следует...